Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Если вы сейчас слышите грохот, у нас ужасная просто гроза, несмотря на то, что окна и двери везде закрыты, но грохочет не по-детски. По вашим комментариям я вижу, что очень многих моих зрителей, подписчиков удивило, как у нас функционирует медицинская система. И даже были у меня такие комментарии, девчонки писали из Испании, из Германии, что у нас тоже есть проблемы, но не настолько. И пришло очень много просьб рассказать что-то еще такое интересное, удивительное, что меня удивило или удивляет даже на сегодняшний день именно из реальной жизни во Франции. Так что снова я беру свой золотой блокнот, куда я выписываю все ваши пожелания, все темы, на которые бы вы хотели посмотреть видео. И сейчас у меня здесь списочек самых таких удивительных вещей, с которыми я столкнулась на протяжении моей жизни во Франции. Но начать хочу с самого удивительного. Это было мое самое первое удивление по приезду. Такое самое яркое, можно даже сказать, как бы любого иммигранта, да даже не иммигранта, даже туриста, который приезжает в другую страну, в другой город. Есть такие вещи, которые удивляют. Итак, мое первое удивление связано с зеленкой. Артур на тот момент очень любил скейтборд. И однажды он не рассчитал свои силы, короче, шлепнулся и содрал вот здесь вот все и, естественно, коленки. Что мы делаем у нас? У меня всегда в аптечке вот стандартный набор. Это зеленка, йод, перекись водорода, активированный уголь, смекта и какие-то обезболивающие. И обязательно всегда была звездочка, ну и валидол, соответственно. И что вы думаете, когда я открыла шкафчик с медикаментами, то этой самой зеленки я не обнаружила. Был какой-то спрей для, как антисептик, затем бетадин, но это что-то наподобие йода. Но зеленки не было. И я как бы, ну, пацан, он есть пацан, не первый раз падает. И как бы никогда у нас не было никаких проблем. Замазал все эти ранки и царапинки. И буквально там вот эта корочка все берется и без проблем заживает. И когда я первую говорю, что, ну, раз нет у тебя, значит, нужно будет пойти и купить. Он говорит, о чем ты говоришь, что такое зеленка? Я на переводчик, за переводчик перевела, показала бриллиантовый зеленый. Какой бриллиантовый зеленый? Короче говоря, они здесь даже понятия не имеют, что такое существует, что это за зеленка. И когда у меня внучка заболела ветрянкой, и, соответственно, Миленка тоже от нее подхватила. И нам выписали одинаковые медикаменты, вот этот вот спрей и какую-то жидкость на основе хлорки для того, чтобы обрабатывать вот эти раны. Я Милешку мазала зеленкой по старинке, как и меня мама мазала. Ну, девочки, вы прекрасно знаете, как у нас все это дело лечится. И внучку мазали вот этими вот спреями, брызгали вот этими спреями и обрабатывали вот этой вот хлорированной, вот такой как гель, вот этой вот жидкостью. И у моей только две маленькие точечки, ну, она маленькая тогда еще была, я не помню, годика три, наверное, что она разодрала. И у внучки практически везде вот эти вот шрамики после ветрянки остаются на... Боже, какой гром! На всем теле! Второе такое, знаете, конкретное удивление у меня было тогда, когда я узнала, что записывать ребенка в ясли нужно сразу же, как-то только встала на учет по беременности. Я в свое время этого не сделала, но у меня были на это свои причины. Возможно, ну, как-то хотела перестраховаться, возможно, это был какой-то такой суеверный поступок, потому что у нас как бы ни колясок, ни кроваток, ни детских какой-то одежды. Многие не покупают, я не говорю про всех, но есть такое. И когда моей дочке было где-то полтора годика, и мы записали ее в ясли, и в течение года у нас не было постоянного места, потому что все места были заняты. И когда наша дочка старшая забеременела, то вот 12 недель ты идешь с вот этой справкой в ясли, и тебя ставят на очередь. Не записывают, потому что ребенок еще не рожден, но ставят тебя на очередь. Так что мы в течение года ждали места, и ходили вот так вот утром мне звонят, и говорят, сегодня там вы можете с 14 до 17 привезти ребенка. Или там сегодня звонят в 8.30, с 9 до 12, или на целый день, и вот такая вот есть проблема. Потом, то, что нельзя в аптеке купить то, что ты хочешь без рецепта. С одной стороны это правильно, с другой стороны на тот момент мне было это сложно понять, потому что у нас, если ты заболел, и как бы это какая-то простуда, то ты можешь пойти в аптеку и купить. Если там у кого-то какие-то проблемы с сердцем, и ему выписал врач медикамент, он знает там, что это, на то время, я не знаю, как сейчас, но по крайней мере, когда мы были в Украине, в принципе, то же самое. Если это не снотворные, но сейчас еще вели на антибиотики, а так врач пишет на обычном листочке бумаги то, что тебе нужно, или то, что список медикаментов, которые нужно купить и привезти в стационар, как бы. Специальных рецептов на обычные медикаменты, не на снотворные, или на какие-то там серьезные кардиопрепараты, их не выдавали. И когда ты идешь в аптеку, и ты привык, пришел, купил, ушел и лечишься, то здесь тебе нужно пройти, ну, вы знаете, сейчас вы уже знаете. Где я подробно рассказываю всю вот эту схему по ступенькам, пока поднимешься, так и, как кто-то написал, ждут, когда сама все рассосется. Потом, то, что здесь ни у кого нет, практически ни у кого нет ковровых покрытий. Я, конечно, знала, я была в курсе того, что европейцы, американцы, они дома не разбываются. Но то, что везде вот такая вот плитка, вот обычная такая голая плитка в салонах, и когда приходят с детками, то эти детки, зима, лето, неважно, они взрослые в обуви ходят, в которые они ходили на улице. Улицы здесь моют чисто, но, тем не менее, собачки и тоже ходят, кошечки тоже ходят, какие-то там жучки и так далее, микробы, бактерии, все это существует. И, тем не менее, родители очень спокойно относились к тому, что их дети ползают по этому полу, соска могла упасть, ребенок вот так вот ее. Хорошо, это плохо, я не знаю, но меня на тот момент это очень удивило. Затем, то, что здесь нет ночных супермаркетов. У меня был один такой момент, что-то я готовила, и было где-то, наверное, уже 8, начало 9, и я открываю холодильник, вот самого вот этого ингредиента, что-то у меня уже тесто было замешано, и самого вот этого необходимого ингредиента нет. И я говорю, Пир, ты не смог бы там съездить в супермаркет и купить, потому что, ну, нет такого. К тому времени я уже знала, что как бы к соседям просто так, ты не можешь прийти, сказать, там, займи мне, вот как у нас, там, два яйца не хватает, там, дашь, дам, стакан сахара. Здесь у них не принято. Вот у меня были такие отношения, как и у меня были отношения с моими соседями в Украине, только вот с Элизабет, что ты можешь без приглашения прийти на кофе или там что-то попросить, как я у нее, так и она у меня. Но в основном во Франции такое не принято. Затем, что учеба здесь четыре дня в неделю, Артура Япония это очень обрадовала, но когда пришло время каникулы, он привык три месяца отдыхать, то здесь они отдыхают даже вот в этом году меньше, чем два месяца. Потом тоже меня это удивляло, удивляет, наверное, и будет удивлять. Во французских фильмах, вот когда произносятся нецензурные слова, то нет вот этого пи, у них вот они как говорят, так они и говорят. При том, что эти слова могут и женщины сказать, при том в таком солидном возрасте, очень приличные, как бы не какие-то там, неизвестно кто, не из какого-то непонятного общества, приличные женщины, и они могут выразиться, где бы они ни были, и несмотря на то, что даже дети рядом. Потом, что тоже удивило, приглашение на свадьбу или на какие-то там юбилеи, ну там не то, что там 43 года, что ходите ко мне на день рождения, ну если там 50, 60, там 40 лет, то приглашаются где-то в районе от 6 месяцев до года. И у меня есть специальная такая коробочка, куда я складываю вот такого плана приглашения. Тогда была очень удивлена, что муж говорит, вот меня надо будет посмотреть, у него есть такой ежедневник, нужно будет посмотреть, по-моему, куда-то мы собирались ехать, он говорит, прежде чем резервировать гостиницу, нужно будет посмотреть, по-моему, я не помню точно, потому что это было где-то месяцев 10 назад, мы на вот этот, в это воскресенье на свадьбу идем. И для меня так было удивительно, думаю, как так 10 месяцев назад люди прислали приглашение. Сейчас меня это, конечно, не удивляет, но тогда очень и очень удивило. Конечно, тоже удивляло, что они здесь очень поздно ужинают, это меня сразу начало удивлять, потому что, когда мы приглашали родственников, это только я приехала, буквально несколько дней прошло, когда было знакомство с родственниками. И мы их приглашали на 8.30 вечера. Я говорю, боже, так это уже поздно как, надо часов на 5, на 6. Но нас как, обычно праздники на 5, на 6 приглашают, и уже там где-то в 11, в 12 уже все заканчивается. У них 12, это самый разгар праздников, что они собираются на 8, на 8.30, где-то часа 2 у них идет оперо, вот эти чипсы они хромтят, какие-то коктейли пьют, пасти с пивой и так далее. И есть начинают где-то в 9.30, если не в 10. Конечно, тогда для меня это было очень-очень удивительно. И в период похудения я на вот такие мероприятия, я ужинала в 18, как у меня это и было обозначено в моем рационе питания. И когда приходила на вот эти праздники, просто, знаете, там помидорчики на шпажках, какая-то вот такая вот мелочь, чтобы уже не наедаться. Как бы не то, что там вот я пришла, но есть я у вас не буду. Но тем не менее, хотя в первое время, возможно, не только проблемы со здоровьем, но и вот эти вот резкий переход на вот такие поздние ужины, лишние килограммчики мне и достались. Ну и в заключении хочу ответить на вопрос, который вы мне задавали неоднократно. И таким образом закончу свой список удивлений. А правда ли, что французы могут выпить и сесть за руль? Да, такое у нас бывает. И что меня удивляло на тот момент, это вот иду я на прогулку, это как раз в Медину с 12 до 14, это у них в ресторане идет обед. И люди, которые обедают не дома, потому что далеко ехать, или там корпоративное какое-то там, они едут вместе с клиентами пообедать, то они выпивают бокальчик, а то и два венца, и потом возвращаются, помимо не того, что там садятся за руль, они еще возвращаются на рабочее место и продолжают работать. Так, ну все, у меня вот такие видео, девочки, вы уж извините, получаются немного длиннее, чем обычно, но как бы если упустить все подробности, так чисто по фактам, то, наверное, не всем и все будет ясно. Целую, обнимаю, желаю всем хорошего настроения, здоровья, мирного неба и увидимся. Продолжение следует...